Идея строительства дома возникла у Виктора Тадиби давно. Во-первых, была нужда в этом. Семья у героя нашего сюжета немаленькая. Три сына и три дочери. Не это ли все счастье и богатство любого человека? Старшая дочка учится в 10 классе. Младшая только 3 месяца. Пока мама хлопочет по хозяйству, сыновья смотрят за сестренкой. Лучше всех с этой задачей справляется Терентий. Не сидит без дела и Маргарита. Она рисует свою семью. Трудолюбивые, но скромные. Пообщались мы только с папой. В свое время у меня отец тоже сам строил себе дом. В конце 50-х годов он ему помог колхоз материалом. Сыновья помогали. Ну, всей семьей жена помогала. Ну, иногда бывало, что, особенно когда материал привозят там, я на помощь звал. В основном своих сослуживцев, но с которыми работаю. Вот, парни, друзья, вот, они помогали, ну, бесскоростно. Виктор хорошо понимал, что самовольную постройку необходимо узаконить и получить на нее право собственности. А чтобы эти процедуры прошли быстро и без нервов, в работе должны соблюдаться все государственные стандарты. Составив план дома и участка, Сюна Солинис вступил в государственную программу социального развития села. Отопление у нас вот обыкновенное, ну, автономное, как называется. Котелок стоит, дрова, короткий уголь. Приходится стандартные дрова распиливать пополам, чтобы они влазили. По своему проекту сделала семья Тадиби и ремонт внутри дома. Они приложили максимум усилий и фантазии. С душой подошли к этому непростому дизайнерскому делу. В целом, постройка и обустройство семейного гнездышка заняла у них пять лет. Небогатый интерьер гостиной дополняет фотографии из семейного альбома, благодарность в честь Дня энергетика, награды и медали деда-ветерана, в честь которого названа одна из улиц Сюной Соли.